я приветствую всех на канале узоры по петель на с вами я ирина якодинская и сегодня я буду вязать вот этот прекрасный узор вот эти веселенькие колокольчики посмотрите на эту прелесть узор очень очень оригинальный красивые нежные колокольчики и вяжется узор удивительно просто выглядит просто замечательно это полушерстяная пряжа вот этот образец я связала с акрила или акрилом как правильно сказать здесь я сменила ряд колокольчиков связала белыми сменила цвет нити ряд колокольчиков связала розовой ниточкой посмотрите на эту прелесть это очень весело весело смотрится на детскую одежду на любую детскую одежку будет пойдет просто замечательно и будет смотреться великолепно больше того связал вот этот вот образец полосочку через пол раппорта колокольчики где смещаются в шахматном порядке поэтому они связаны двумя цветами каждые пол раппорта в высоту этот узор я предполагаю что будет очень хорошо смотреться если связать каждый ряд колокольчиков другим цветом выбрать можно любую гамму можно яркие очень броские цвета можно выбрать какие-то мягкие нежные пастельные оттенки пряжи и изделие будет выглядеть великолепно просто замечательно вот такие милые колокольчики и сейчас я покажу схему и мы свяжем узор очень просто вяжется я уверена что нет человека который даже первые дни держит в руках спицы умеет вязать лицевую изнаночную петлю нет человека который бы не смог связать это великолепие перед вами схема узора на схеме отображены только лицевые ряды изнаночные ряды вяжутся по узору это значит что с изнаночной стороны мы вяжем ту петлю какую видим накиды с изнаночной стороны провязываем изнаночными петлями вертикальные черточки это лицевые петли горизонтальные черточки это изнаночные нолики это накиды треугольничек у которого гипотенуза смотрит в правую сторону это две петли вместе лицевой с наклоном вправо треугольничек где гипотенуза смотрит в левую сторону это две петли вместе лицевой с наклоном влево пирамидки это три петли вместе раппорт узора в ряду состоит из 4 петель раппорт узора в высоту 11 провязал 11 лицевой ряд мы возвращаемся по изнаночной стороне это будет 12 ряд и уже следующий 13 ряд мы начинаем повторять схему с первого ряда хочу обратить ваше внимание что раппорт узора вот в центре здесь три раппорта как вы успели заметить раппорт узора в центре вот это вот часть повторяется на протяжении всего ряда и здесь никаких двух петель вправо и 2 петель влево нет здесь есть только пирамидки то есть по 3 петли вместе вот этот вот треугольничек где образовываются две петли это только в начале ряда потому что нету 3 петли и в конце ряда потому что негде взять третью петлю поскольку мы заканчиваем наше полотно и так для того чтобы набрать необходимое количество петель для вывязывания этого узора нужно набрать такое количество петель которое будет делиться на 4 плюс одну петлю для симметрии если мы вяжем поворотными рядами и две петли кромочные ну что ж мои дорогие я наберу образец из 16 петель это будут петли 4 раппортов плюс одна петля 17 это петра петля симметрии плюс 18 и 19 это кромочные и сейчас мы вместе с вами свяжем этот простой но очень очень веселенький очень симпатичный узор колокольчики первый ряд узора кромочную снимаем не провязанной 1 петля изнаночная 3 петли лицевые 1 лицевая 2 лицевая 3 1 петля изнаночная 3 лицевые 1лицевая 2 лицевая 3 1 петля изнаночная 3 лицевые 1 лицевая 2 лицевая 3 1 петля изнаночная 3 лицевые 1 лицевая 2 лицевая 3 1 петля изнаночная это вспомогательная петля и кромочную петлю провязываем изнаночной разворачиваем нашу работу мы на изнаночной стороне с изнаночной стороны провязываем все петли по узору то есть с изнаночной стороны мы вяжем ту петлю какую мы встречаем по пути вывязывание этого ряда расслабились ни о чем не беспокоимся разогнались и пробегаем эту сторону ни о чем не беспокоюсь ничего не считая просто провязываем от первой петли до последней провязали разворачиваем на лицевую сторону третий ряд узора третий ряд вяжется точно так же как и 1 4 ряд изнаночная сторона вяжется точно так же как 2 мы провязали третий лицевой и 4 изнаночный ряд 5 ряд узора кромочную снимаем не провязанной а внимание одна петля лицевая накид 3 петли вместе сквозь все три петли проводим спицу и провязываем все три петли 1 петлей накид 1 лицевая накид 3 петли вместе лицевой ничего не разворачивая ничего никуда не переставляя накид 1 петля лицевая накид 3 петли вместе лицевой накид 3 петли вместе лицевой накид и еще одна лицевая кромочная изнаночной мы провязали пятый ряд узора разворачиваем на изнаночную сторону изнаночную сторону провязываем по узору накид и провязываем изнаночными петлями собственно говоря сейчас у нас с этой стороны с изнаночной все петли изнаночные в этом ряду довязываем ряд до конца до кромочной петли кромочная тоже изнаночной разворачиваем нашу работу мы с вами провязали половину раппорта высоту вторая половина раппорта в этой половине раппорта мы смещаем расположение вот этих колокольчиков и так седьмой ряд узора кромочную снимаем не провязанной 2 петли лицевые 1 лицевая 2 лицевая 1 петля изнаночная 3 петли лицевые 1 лицевая 2 лицевая 3 1 изнаночная 3 петли лицевые 1 лицевая 2 лицевая 3 1 изнаночная 3 петли лицевые 1 изнаночная и 2 петли лицевые, кромочная, изнаночная. Мы с вами провязали седьмой ряд узора. Разворачиваем нашу работу, провязываем изнаночную сторону по узору. Девятый ряд вяжется точно так же, как седьмой, а десятый так, как восьмой ряд. Провязали десятый ряд изнаночный. Одиннадцатый ряд узора по схеме. Две петли вместе, лицевой с наклоном вправо. Петли, которые должны наклониться в правую сторону, мы обязательно разворачиваем, возвращаем на левую спицу и провязываем их слева направо. Одна петля, простите, накид, одна петля лицевая. Накид, три петли вместе. Здесь мы ничего никуда не разворачиваем. Просто провязываем три петли одной лицевой. Накид, одна петля лицевая. Накид, три петли вместе лицевой. Сквозь все три петли протягиваем одну. Накид, одна лицевая. Накид, три петли вместе лицевой. Если вам хочется заморочиться, попереставляйте эти петли в ту или в другую сторону, провязывая 3 петли вместе. Посмотрите, какой будет результат. Может быть вам он понравится больше. Накид. 1 петля лицевая. Накид. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Петли, которые должны наклониться в левую сторону, мы не разворачиваем, просто провязываем их вместе и они сами наклоняются в левую сторону. Кромочная петля. Изнаночная. Вот они наши милые-милые колокольчики. Первый ряд, как видите, без вот этого вот красивого бромления, без этих зубчиков, поскольку мы начали с наборного ряда. Или здесь будет планочка, или резиночка, или даже просто край рукава, или полочки. В таком виде он абсолютно подходит и хорошо держит форму. Ну что ж, изнаночный ряд 12 по узору. Мы с вами провязали раппорт узора высоту. Вот они, дивные, веселенькие колокольчики, которые украсят любое изделие. Будь это кофточка, будь это туника, будь это какая-то любая одежка. Следующий ряд мы начинаем вязать по схеме с первого ряда. И повторяем всю схему. Одиннадцатый ряд, двенадцатый изнаночный. И опять начинаем все с первого ряда. И у нас будет вот такое удивительное целое поле колокольчиков. Вот как у меня здесь, прекрасное, замечательное поле колокольчиков. Или вот здесь. Чередуйте цвета, подбирайте интересную для вас гамму и создавайте шедевры. У вас все получится. Узор простой, ручки у нас трудолюбивые, талантливые. Схема есть, не ленитесь, берите спицы и вяжите. Скоро лето. Будьте красивыми, будьте неотразимыми. Зайдите на мой канал, который называется узоры по петельно. У меня там масса красивых узоров. На все, практически на все узоры есть схема. И все, все до единого узора я вяжу перед камерой по петельно. Вы вместе со мной сможете повторить этот узор, который вам понравился. Повторить, связать его, взять себе в копилочку и пользоваться. Вязать любые вещи и делать свой гардероб красивым, неотразимым и неповторимым. Берегите себя. Мира вам, здоровья, долголетия, счастья, благополучия. Ваша Ирина.